всем привет добро пожаловать на канал давно уже на канале не было видео с рубрики так называемые мини распаковочки приходило много моделей много разных запчастей вот но основном практически ничего не освещалось то что освещается так это но посылки эту с уазиком в принципе многое освещается в инстаграме это пожалуй сейчас самый быстрый самый ранний способ связи вот все что появляется сначала там а дальше уже какое-то видео на канале и уже так сложилось не знаю почему последняя инстанция у нас в контакте вот потому что на ю тубе как бы народу больше подписано ну и как-то ну дублируюсь равно но в группу практически уже что-то не заходится так посмотреть кто чем дышит вот в основном конечно все ролики все смотрится на ю тубе как по мне появился у меня танк ты 90 сейчас в работе будет несколько проектов давайте немножечко покажу раз проект два три четыре вот так и таких так сказать проектов много давайте сегодня остановимся на одном из них прям и совсем недавнего вот такой аппарат у меня уже был такой вы увидели на канале вот это всем известный рима хобби но вот таких больших колесах куда такие вот большие колеса я планирую сам он по себе это модель будет разбираться вот еще конечно он поездит у нас вот мы его еще раз покатаем потому что я уже забыл как он ездит вот это так модель так сказать для домашних покатушек большие колеса как бы везде практически едет модель не тяжелая вот супер выдающихся конечно показателей нет так как большой орех вот за все цепляется надо делать кое-какой тюнинг ну модернизации чтобы получше поворачивались колеса ну не суть нужен донор вот для такого проекта проект масштаб не скажу вам 1 к 6 1 к 7 где-то и вот эти колеса как раз таки сюда очень хорошо подходят по арке ну соответственно по базе не как усу они подходят вот но так как у нас на тягах все будем что-то куда-то переносить максимально значит кардан вперед длинный вот и максимально назад чтобы избежать всяких разных подвесных подшипников вот такой вот проект на канале планируется очень большой очень вот на вскидочку чтобы понимали масштаб это корка автора x6 от гелика ну и соответственно вы видите размеры модель большая вот хотелось конечно сделать спереди независимую подвеску но пока доноров нет будем будем строить на рынке вот потому что мосты большие вот ширина как раз подходит если что небольшие можно выносы сделать и я думаю что покатать сейчас по весенней распутицы будет самое то как вы видите уже на канале идет работа по победе вот она на колесах будет заменен капот и заниматься буду обшивками дверей внутренним убранством так сказать скоро приедет еще одна посылка по уазику тоже соберется вот такой уазик есть тоже по нему наверное надо будет сделать отдельный обзор вот это на базе первого аксиала вот такой проектик полностью алюминиевый рама алюминий бампер алюминий разобран так как я его немножечко ну прикидываю колесики вот маленький под тот же самый уаз по разному но уазика своя как говорится рама есть проектов много а времени маловато еще из недавнего вот такая вот рхт-шка новенький аппарат не помытый после тестов аппарат интересно понравился прям я бы сказал что прям зашел едет хорошо а буду сделано все внутри классно проблема этой модели только в ее моторе вот так как стоит 20 витков по моему или даже меньше 550 класс но витков очень мало и мотор не тяговитый такой больше на скорость ну в принципе можно ехать плавно но не по таким сложным препятствиям там подъемы какие-то где коряги всякие сучки вот где надо высоко подниматься по электронике в принципе ну поинтереснее она сделана вот именно для стоковой версии крепежи всякие вот аккумулятора все вот ну много новых решений интересных соответственно изначально прям идет у нее тяга панара и 4 тяга в комплекте как ни странно я еще не снимал как говорится дублера потому что надо либо на четырех тях ездить либо на панаре вот говорит чтобы были хода побольше еще ничего не снимал просто поездил вот и даже так она ведет себя очень достойно единственное что в сложных участках почему-то поднимается вот переднее колесо дал не должно быть этого но возможно это просто как бы не настроенное шасси потому что как она ко мне пришла я с ней ничего не делал кому очень интересно шасси проехала можно так сказать всю страну приобреталась она в питере у всем известного rc hobby home вот но уехала она сначала в новосибирск а вот с новосибирска она уже приехала ко мне поменял на этой модели я колеса колеса в принципе мне понравились но я просто а дело сравнения двух моделей на одинаковой резине вот ну и плюс немножечко она побольше вот эта резина для зимы сейчас с прямыми мостами как раз надо побольше очень мягкая хорошая надеюсь на эту резину вот то что на себя будет показывать очень хорошо ну ближе к лету единственное что наверное для лучшей работы подвески поставлю сюда наверное металлические диски и покатаю посмотрим конечно и так и сяк модель в принципе не легкая нормально по весу что из особенностей у нее сразу скажу модель уже проверена на влагозащиту утонула уходила под воду все нормально первые потери отломили трубу но она осталась а здесь у нас с вами задняя подвеска рокерного типа вот все внутри принципе понравилось хорошо работает отрабатывает вообще классно вот вообще даже вот уровень уровень китайцев уже стал немножко другой видите ходит все отлично то что было раньше многое поменялось раньше китай был как-то какая у тебя тачка китайская ну все ясно а сейчас нет я скажу что это прям хорошие конкуренты аксиалу второму это прям сто процентов потому что расположение спереди вес как бы наперед карабкаться должна лучше еще не проверено должна лучше ходы стоки я считаю что лучше лучше чем у аксиала второго конечно все настраиваемые но мы разговариваем сейчас про сток прям вот как достал и поехал вот модель прям понравилось те же самые вот эти решения переворачивалась машина и крепеж не открывается нормально и дырок нету вниз не надо грязь есть никуда вот открыл все нормально поворочники в стоке ну как бы может быть и она особо не нужно потому что все равно мигает постоянно я ездить типа как на аварийке сервочка нормальная в принципе справляется все крутит мотору под замену сразу остальное все проверенное получается у нас регулятор это hobby wing как говорится бюджетно но работает подстойки места есть если вдруг хотите корку другую все можно сделать спереди единственное что нету ничего но не знаю как это все дело будет выглядеть мини фендера есть грязь кстати вонутрь не закидывает смотрите внутри тачка чистая а тачка вся плавала в грязище вот какую мы нашли по весне сейчас так что он вот такая такое мини видео с маленьким списком того что у нас появилась дальше я думаю что по каждой модели можно будет отдельно поговорить и по это еще можно будет разговаривать потому что нужен собрать небольшой опыт вот покатать и все минусы как говорится изучить поднастроить а так принципе неплохой экземпляр реально приобретал просто посмотреть как говорится что она себя представляет не думал оставлять в итоге оставил себе его потому что понравился вот буду дальше на нем катать есть сравнение на канале по снегу как едет но небольшие сравнения уже пошли с ним так что можно будет оценить что он из себя представляет вот сейчас растает все будем еще больше тестить потому что зацепа то по снегу страна практически никогда нету будем тестить уже с нормальным зацепом уже по земельке какие-то подъемчики сложные участки переворачиваемость будем тестировать в разных местах так что понимание того чего что она может по-любому сложится ну все всем спасибо за просмотр пока